Люблю музыку, интересуюсь музыкой, люблю танцевать, думаю о диджеинге или о любой другой профессии в этой сфере. Хочу как-то в этом проявляться, но, возможно, не знаю, с чего начать. И этот подкаст будет особенно полезен тем, у кого возникали эти вопросы в голове, у кого есть интерес к сфере музыки, к сфере танца. И с нами сегодня Юра и Джой, саунд-продюсер, автор своей музыки, диджей, экстатик-диджей с огромным опытом концертов и экстатиков по всему миру, с очень большим количеством выпущенной музыки. И Катю, меня зовут Катю, и мы с Юрой вместе развиваем обучающую платформу, академию, можно даже как-то так это назвать. И, кстати, к диджей-курсу проводим, платформа называется Юджой Спейс. И с чего хотелось бы начать в целом. Юра, как ты считаешь, вообще музыка в каких своих форматах сейчас может стать для человека платформой, неким пространством для проявления? То есть с чего вообще подойти, чтобы понять, как можно через музыку начать проявлять свой какой-то стиль, вкус, как-то самовыражаться? Да, тут, наверное, самое важное понимать, что прежде всего важна любовь к музыке. Да, и то есть, наверное, сейчас идет речь прежде всего о тех людях, которые любят музыку уже, то есть которых трогает музыка. Потому что есть люди, которые не любят музыку, ну или как-то к ней относятся довольно ровно и поверхностно. Но вот здесь то, о чем мы говорим, это про тех людей, которые любят музыку всей душой, которых цепляет это, которые хотят как-то в этом реализовываться и в этом проявляться. И говоря про современные форматы, наверное, самый простой формат, который можно использовать для музыкального проявления, это формат диджейнга. Когда ты, по сути, ставишь просто готовые уже треки, которых сейчас огромное количество, огромное количество артистов, саунд-продюсеров, которые пишут музыку, треки которых можно скачать и использовать в своих сетах. По сути, то, что делает диджейнг, качают музыку других саунд-продюсеров, авторов, которые создают эту музыку и проигрывают ее на вечеринках, на каких-то событиях. То есть диджейнг это сейчас самый простой формат, который можно освоить, чтобы классно владеть музыкой и создавать атмосферу с помощью музыки. Потому что, прежде всего, музыка это атмосфера, которую мы создаем для людей или для себя. Это бесспорно, это очевидный факт, когда ты включаешь какую-то музыку, которая тебе нравится, настроение сразу меняется. И, соответственно, когда ты диджеешь, ты создаешь эту атмосферу, либо это просто какая-то фоновая музыка, либо музыка для танцев. Да, здесь немножко другой подход в этом формате. Но диджейнг сейчас самый простой технический формат и, скажем, наверное, искусство, которое прежде всего легко изучить. Создание музыки, написание музыки тоже сейчас стали гораздо проще, чем это было 50 лет назад, к примеру. Но все равно это процесс, который требует более углубленного внимания, изучения, требует определенного времени, чтобы начать писать какую-то свою музыку, которая будет звучать классно и достойно, которая будет вам прежде всего нравиться. Это тоже возможно, но диджейнг — это самая простая история. Ты качаешь треки, качаешь себе программу, можно даже просто с компьютера играть, смешивать треки. Можно купить даже какой-то классный контроллер, который позволит руками сводить и делать какие-то классные диджейские фишки, которые тоже сейчас суперпростые. Сейчас программа настолько автоматизировала все процессы, что не нужно париться с диджейнгом, опять-таки, как там 50 лет назад. Вот, так что диджейнг — это, наверное, такой самый доступный музыкальный формат для самовыражения, для того, чтобы поделиться своим вкусом, своей любовью к музыке с другими людьми. Помнишь ли ты тот момент, когда почувствовал, что хочешь быть диджеем? Как это вообще у тебя проявлялось, скажем так? Да, помню, и, наверное, даже еще тогда не знал, что это такое вообще, диджейнг, не диджейнг. Я помню, ну вот в детстве у меня такой запомнился момент, один из самых ярких, почему-то у меня остался в голове. Это когда я включал свою любимую музыку, да, и на патифоне, на проигрывателе, на пластиночном, и ставил колонку, форточку, такие раньше были форточки в окне. Открывал эту форточку, мы жили на первом этаже, ставил колонку, врубал на всю, и чтобы все люди, все бабушки во дворе слушали и кайфовали под мою любимую музыку. То есть мне хотелось с ними поделиться, потому что я так кайфовал дома, вот этой пластинке, выбрал пластинка группы Modern Talking, самая их популярная. И я просто, это какой-то был естественный порыв, поставить им туда колонку, чтобы они тоже покайфовали бабушки, а то они сидят там сплетничают и скучают. Вот, поэтому... Это и есть вот эта движущая сила, диджея. Это было, я не знаю, я был лет шесть, наверное, максимум, что-то в этом духе, да, то есть мне тогда уже это нравилось, и тогда хотелось поделиться, да, то есть это, мне кажется, вообще, наверное, самое главное, да, в любом деле, если мы говорим про музыку, про диджея конкретно, да, это вот твое желание, когда ты, вау, какой трек там, да, какая музыка, блин, я хочу, чтобы мои друзья услышали, ты хочешь всем отправить, или там поставить на колонки, это самое главное. Пару слов про экстатик-дэнс, расскажи для тех, кто, может быть, еще никогда не был или только слышал, да, но особо не имеет представления о том, что это такое, что такое экстатик-дэнс для тебя. Да, экстатик-дэнс такая, можно сказать, уже целая культура, которая развилась последние лет десять по миру, я как раз около десяти лет занимаюсь этим делом, развиваю его тоже, впервые с этим познакомился в Австралии, и когда жил там, позже, когда уже вернулся в Россию и путешествовал в других странах, начал это развивать с моими друзьями, партнерами. В России мы развили довольно большое уже движение, которое во многих городах присутствует, регулярно проводятся мероприятия, и экстатик-дэнс мы обучаем периодически новых тоже диджеев в этом формате, новых, как говорится, проводников в этой сфере. И экстатик-дэнс это, по сути, я бы сказал, такой современный подход к танцам, которого, наверное, так долго не хватало, и почему вдруг эта культура стала такой популярной. Во-первых, экстатик-дэнс, наверное, то есть это вообще, скажем так, ближе, наверное, даже к практике так называемой, нежели к формату вечеринки, если мы говорим. Ну, это практика свободного танца, которая смешивает в себе вот эту некую глубину, скажем, изучения себя, исследования себя, своего тела, своей психики, своей души через музыку, через танец, через некий процесс. И также считает в себе очень классную музыку, да, то есть, которая звучит на фестивалях электронной музыки, танцевальной, какая-то интересная, реально современная музыка. То есть это некий такой микс, скажем, даже чего-то от йоги, да, подхода к телу, к осознанности, да, так называемой, да, к исследованию себя, да, то есть через это. И считает в себе вот этот какой-то дух фестивальной электроники, классного саунда, некого какого-то такого современного звука, современного танца, да. И если вот сравнить, например, роль диджея в Ecstatic Dance и обычного диджея, в чем разница, на твой взгляд? В Ecstatic Dance есть несколько фишек, которые делают это направление, да, особенным. Во-первых, мы танцуем без стимуляторов, без алкоголя, без наркотиков, соответственно, вайб обычно очень классный. На такие мероприятия собираются, бывает очень много людей, 200, 300, даже тысячи бывают, у меня бывали и тысячные, и экстатики огромные. И за счет этого очень мощная энергия как бы вообще раскачивается, и очень классные люди собираются. Особая атмосфера за счет того, что все люди адекватные, трезвые, да, не под влиянием каких-либо субстанций, да. Это первое, мы не разговариваем во время процесса танца, да, то есть это не просто с пивом как бы постоять, подергаться, да, под монотонную какую-то танцевальную музыку, да. Как часто в клубах, например, бывает, хотя ничего против этого не имеют, да. Но здесь происходит, в экстатик-денс происходит прямое включение в танец, да, ты включаешься полностью, некая такая даже, я бы сказал, иммерсивность, да, ты становишься частью процесса и следуешь себя через это движение, через музыку. И что отличает прежде всего, да, это вот эта как бы глубина, которую ты чувствуешь в процессе, плюс, мне кажется, атмосфера, которая всегда на экстатик-денс дружественная, такая теплая, безопасная, и это очень привлекает. Плюс то, что обычно мероприятия экстатик-денс проходят в какое-то адекватное время, там, скажем, либо даже с утра бывает, бывает вечером, там, к 10, к 10 часам вечера обычные экстатики закончились, то есть ты можешь спокойно ехать отдыхать и не терять следующий день, в отличие от того, когда ты в клубе, например, всю ночь проводишь, тусуешься. Хотя ничего плохого, да, против, там, клубной культуры я не имею, это просто разные форматы, да, и вот этот мне показался ближе формата, кстати, к денс, когда я впервые с ним познакомился, плюс я начал ощущать, что я становлюсь, чем больше я танцую, так как это все-таки практика, да, есть у этого определенная методика, техника, структура, как это работает, да, некий эффект такой волны. Происходит очень естественное погружение в себя, сонастройка с собой, где ты сбрасываешь какие-то блоки, напряжение, какой-то хлам, который ты набрал за последнее время или даже за всю свою жизнь, вдруг становишься ближе к себе. То есть я начал замечать, когда начал ходить регулярно в Австралии на такие статики, я начал замечать, как я перезагружаюсь каждый раз и становлюсь все ближе и ближе к себе, да, и мне становится все проще и проще с собой. То есть я вдруг начал ощущать эффект трансформации, да, в этом процессе, и меня это подкупило, поэтому я начал это изучать, в дальнейшем этим заниматься, я стал уже диджеем-проводником этой практики, и вот так же я уже обучаю сейчас людей, как это делать, да, как работает эта техника, эта система, да, как вообще, из чего это все сделано. Если говорить именно о диджеинге с точки зрения музыки, то в чем разница, да, что есть в экстатик-дэнс диджеинге, чего, может быть, нет, или то, что не используется, да, в каких-то других сферах, наоборот? Я бы сказал, что в экстатик-дэнс используется структуру волны, некая такая естественная, да, то есть структура пяти ритмов так называемых, это очень естественная история, когда музыка плавно начинается, да, то есть когда ты приходишь танцевать, и начинается танцевальный процесс, диджей-сет, музыка начинается плавно, разгоняется до некоего пика, да, отец становится очень быстро, интенсивный, происходит некий такой даже взрыв музыкальный катарсис, и потом снова, снова замедляется, снова успокаивается, и я обнаружил, что это очень естественная динамика, да, которая везде присутствует в природе, да, если мы возьмем там даже день и ночь, да, то есть день начинается, солнце в зените, пик, солнце садится, ночь спокойно, да, жизненные какие-то циклы, природа, все то же самое, все имеет начало, пик, конец, начало, пик, конец, то есть некую вот эту волну, да, и в X-Tatic Dance используется эта структура волны при подборке музыки, да, когда ты собираешь музыкальный сет, ты учитываешь эту систему, и соответственно, когда ты танцуешь на танцполе в таком сете, ты чувствуешь эту естественную динамику, то есть ты не успеваешь заскучать, если это классно, конечно, диджей делать свое дело, ты не успеваешь заскучать, не успеваешь слишком устать тоже от монотонной какой-то или супербыстрой музыки, то есть реально это такой жизненный процесс происходит, и что меня подкупило, когда я впервые это услышал и удивился тому, что вау, так можно вообще встраивать диджи-сеты, потому что то, что я слышал обычно, и то, что я, например, слушаю в клубах частенько, вот мы недавно были в большом клубе, очень монотонная музыка, пум-пум-пум-пум-пум, 4 часа одно и то же, очень скучно, там все, естественно, пьют, принимают наркотики, потому что что там еще делать, очень-очень скучно, да, хотя музыка может быть красивой, но нет динамики какой-то естественной, да, это как монотонный секс, да, кому он интересен, кому он нужен, да, вот, поэтому это очень естественная структура, да, которая собирается в сете, плюс разножанровость, то, что мне сразу тоже понравилось, когда я впервые с этим соприкоснулся, то, что я всегда любил сам, и то, что, на мой взгляд, привлекает людей, это очень разная музыка, то есть это может быть какой-то офигенный супер-афро-хаус трек, стильный, мощный, это может быть какая-то неоклассика Людовика Уиналди, может быть даже какой-нибудь хип-хоп, не знаю, Аллу Пугачева можно даже где-то поставить, может быть абсолютно любая музыка, и очень разноплановая, очень разножанровая, и это офигенно, это тоже как жизнь, то есть очень получается, то есть ты приходишь просто потанцевать, и два часа танцуешь, и ты как сходил, отправился в какое-то путешествие, да, музыкальное, эмоциональное, и это вау, на самом деле. То есть правильно я понимаю, что изучая экстатик диджейнг, ты впоследствии можешь не просто играть музыку, именно собирать целую историю, да, конечно, опираясь на метафоры, да, я бы даже сказал, я диджею также в разных других местах, не только, не только экстатик дэнс, и у меня бывают разные диджи-сеты на разных мероприятиях, и я бы сказал, это мне помогает даже некое углубленное понимание драматургии, да, плейлиста, музыкальной истории, некая архитектура, то есть я уже знаю структуру экстатик дэнс, я уже складываю, как бы, треки в некую историю, да, в некую такую драматургию, то есть у меня есть чуть-чуть углубленное ощущение, как это сделать, как использовать, какие метафоры, да, и плюс в экстатик дэнс учишься очень хорошо чувствовать людей, потому что очень важный аспект тоже диджейнга в экстатик дэнс это быть проводником, да, то есть диджей, кстати, дэнс это не просто диджей, это еще и проводник некий, да, который ведет людей в процесс, поэтому когда ты очень хорошо чувствуешь людей, ты можешь с ними взаимодействовать, ты не просто с ухо там переключаешь музыку, переключаешь треки, ты с ними взаимодействуешь, ты чувствуешь людей, И на мой взгляд, это супер крутой диджей, да, который чувствует людей, чувствует, что им надо, чувствует, как с ними законнектиться, как найти с ними мост, найти с ними общий язык через музыку, да. Я наблюдал на одном мероприятии, которое не было, и, кстати, dance, это было частное мероприятие, было день рождения, куда меня пригласили поиграть, и было несколько диджеев, и я в том числе. И я помню, как я начал сет, и люди, ну, как день рождения, какой формат, то есть люди болтают, общаются, да, там что-то выпивают, ну, то есть музыка довольно фоновая, да. И когда начал я играть, я начал по чуть-чуть щупать, закидывать разные треки, скажем так, щупать воздух, да, и вдруг я начал замечать, что люди реагируют, включаются, я начал еще подбрасывать дровишек музыкальных в огонь. Спустя какое-то время меня все танцевали, все, кто был вокруг, они все танцевали, потому что я просто их чувствовал, да, и знал, как с ними законнектиться, как создать атмосферу и как с ними законнектиться. После меня встали играть другие ребята, которые играли классную музыку тоже, но они как будто бы даже не пытались пощупать людей, вот они просто пришли, включили какую-то музыку, которая им нравится, и вот они все там что-то переключают, кнопочки все эти и все такое. И люди, естественно, начали все болтать, и музыка реально была просто фоновая, да. Иногда кто борьбался. Да, то есть я это хорошо вот в тот момент понял, думаю, вау, как круто, я вдруг осознал, что у меня есть такой скилл уже, который наработан именно за счет моего опыта в X-Static Dance, да, и я, который я могу применять, даже если я буду играть в клубе в каком-нибудь, я смогу это применить. И вот это понимание именно структуры, вот это волнообразное, плюс некое чувствование, чувствование людей, да, в процессе. Класс. Классно рассказывал, что я даже забыла, что я хотела дальше спросить. Что бы ты посоветовал человеку, который только начинает в этом свой путь, вообще на что обратить внимание, как дальше двигаться? Хороший вопрос. Я бы вообще посоветовал всем людям, которых отзывается диджеинг, которым хочется себя попробовать в этом. Прежде всего помнить и сфокусироваться на том, что прежде всего диджей это куратор музыкальный, да, если мы копнем в историю диджейнга, диджей это были люди на радиостанциях, которые появились, когда еще не было никакого оборудования, были там пластинки или какие-то кассеты, что они там использовали, да, тогда пластинки, скорее всего. И это люди, которые создавали музыкальную программу для радиостанции, по сути, диск джокей это пошло, да, тот, кто меняет там диски, пластинки. И прежде всего это как бы люди отвечали за классную подборку, то есть диджей это тот человек, который любит музыку, который слушает много разной музыки, как-то ее собирает куда-то там ее себе, сохраняет в плейлисты какие-то или куда-то еще скачивает на компьютер. То есть это некий куратор, который собирает эту музыку для себя, да, и вероятно может поделиться этой какой-то музыкой, да, то есть прежде всего нужно увлекаться музыкой. Это 90% успеха, да, и вот на своих курсах, на своем, своим ученикам я это всегда рассказываю и много раз к этому возвращаюсь, что прежде всего важна ваша некая, ваш коннект с музыкой, да, ваш кругозор музыкальный и умение создавать классный плейлист, да, собирать классную музыку, да, создавать классную историю. Это 90% успеха и даже если вы супер там круто не будете сводить два трека, потому что диджей по сути это сведение двух треков, да, вот и все, там ничего сложного нет. Есть разные техники, которые со временем познаются, как в любом техническом процессе, да, когда ты вот, например, машину учишься водить, ты же не сразу начинаешь ее там водить. Нужно технические моменты понять, вот, поэтому технически страна познается, но самое важное это помнить про вот эту подборку, да, то есть про основу того, что диджей это куратор, который собирает классную музыку, да, техника она уже нарабатывается сверху, да, приходит. Это самое главное. Любить музыку, слушать ее, как-то сохранять, оставлять ее у себя, да, это самое главное. Да. Ну что, осталось рассказать пару слов о нашем обучении, да, кому это подойдет, кому будет кайфово в этом и как это вообще выглядит. Да, расскажем про курс «Экстатик диджей», который мы периодически запускаем. Это живой онлайн-курс, где мы работаем в мини-группе в формате и где я погружаю людей во все тонкости «Экстатик дэнс». Как собирать эту ту же самую музыку, где ее искать, как ее скачивать, какую программу использовать, да, как пользоваться диджейской программой, какие контроллеры использовать. То есть все технические моменты плюс огромная база именно то, как строить вот эти сеты с помощью волны, про которую я рассказывал, да, «Экстатик дэнс». Как работает вообще история именно, как использовать это как инструмент для самопознания, как я сказал уже, да, «Экстатик дэнс» — это некая практика, да. И здесь у нас два основных, две основных роли, да, это диджей, то есть музыкант, да, который собирает музыку и дает музыку людям. И проводник, то есть человек, который танцует, пользуется танцем как неким инструментом для самопознания, для коннекта с собой прежде всего, да. И, соответственно, чувствуя это, тоже может это воссоздать для других людей. То есть два основных момента вот этих мы изучаем, плюс дополнительные истории в плане как продвигать себя, как организовывать мероприятия, то есть уже более некие технические фишечки, связанные с организацией и продвижением, да. Но основные аспекты — это вот музыка и танец, да, как некая практика самопознания, как йога, йога танца, можно сказать. И, соответственно, опять-таки курс довольно обширный и людям, которые на нем обучаются, не обязательно вести экстатики после этого курса, да. То есть это, если захочется, супер. Мы в этом тоже помогаем, даже после курса мы как-то людям всегда, всегда отзывчиво и со своими учениками держим коннект, даем обратную связь, но это также можно применить, создать какой-то свой формат взаимодействия с людьми, то есть зная вот эту основу, да, как строится вот эта волна через там пять ритмов, да, вот эта волновая вся эта структура, как собирать музыку по этой системе и как работать с диджейскими программами, которые мы будем тоже изучать, открывает огромное поле просто возможностей, как можно проявляться через это, да, то есть зная вот эти основные моменты, как можно в дальнейшем использовать музыку как диджей или как проводник, или так и так. Вот, поэтому, да, приглашаем всех, кому интересно, на следующий поток, кстати, в диджей онлайн, плюс мы готовим именно диджейский курс, который тоже выйдет в ближайшие в месяц, конкретно по диджейнгу, не связанный уже с X-Tatic Dance, вот, это тоже скоро будет. Всех приглашаем, если отзывается то, о чем мы сегодня говорили, наш подход. Ждем вас в U-Joy Space. До скорых встреч. До скорых встреч. С вами была Катю и U-Joy. Пока. Если есть вопросы, пишите их в комментариях. Да, пишите в комменты, пишите лично, если что-то нужно, мы пришлем вам все ссылки, всю инфу. Всегда рады коннекту с вами. И слушайте мою музыку тоже, которая везде есть, тоже можно найти мои диджей-сеты записанные, чтобы понять, что я делаю, если вы впервые там меня увидели и не особо знаете. Да, можно послушать диджей-сеты, можно послушать мою музыку, которую я написал, выпустил тоже на всех платформах. Для ознакомления обязательно. Welcome. И все, ничего, пока.